Друзья, всем привет! Мы продолжаем обзор музея Мастерской Братьев Широгоровых. И сегодня с нами опять Сергей Геннадьевич Широгоров. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим про совместные проекты Мастерской Братьев Широгоровых с именитыми кастомными мастерами. Сергей Геннадьевич, коротенький вопрос. Давайте просто обозначим, с кем и сколько у вас было коллабораций. По порядку Том Майя, Брэд Саузард, Джон Баркер, Ли Уильямс, Арджи Мартин и Скотт Кук. На данный момент это они. Ну, Скотт Кук, это мы посвятим этому отдельный маленький кусочек. Его только анонсировали. Что-то будет, но пока еще проект в стадии изготовления, назовем так. Вопрос тогда такой, чем вызван, ну, наверное, выбор вот этих вот действительно именитых мастеров? То есть, я думаю, что не нужно представлять людям, кто такой Арджи Мартин, кто такой Том Майя. Ну, как было уже замечено, действительно, мастера великие. Все, каждый из них сделал что-то уникальное в ножевой отрасли, скажем так. У каждого какие-то легендарные модели. Ну, и захотелось какие-то свои видения этих ножей попробовать, представить, сделать. Предложили, это заинтересовало, стало интересным, и процесс пошел, как говорится. Первым был Том Майя, Russian Doctor Death. Вот, с него все и началось. Вот, и надо сказать, что это было очень позитивно воспринято. А не было какой-то ревности со стороны мастеров? Нет, это же не было. Что вносить какие-то свои видения? Интересно им тоже. И чем обусловлен именно выбор модели Doctor Death от Тома Майя? Это какой-то ваш видения? Это мой выбор, да. Меня заинтересовал сам контур ножа. Мне он очень нравится. И возникла идея обрисовать внутри, выборками, вот эти вот знаменитые отверстия имени Тома Майя. Но при всем при этом стилистически это узнаваемый... Это тот же самый нож, контур я не трогал. Добавил плавник. Плавник я вписал так, чтобы он продолжал контур рукояти и в разложенном виде никаким образом не выдавал. К сожалению, это слегка ухудшило флип. У самого Майя этот плавник гораздо больше. И с флипом там проблем нет совсем никаких. Здесь же иногда приходится такое усилие побольше добавить на пальцы, чтобы нож вылетел гарантированно. Но при всем при этом нож такой очень тонкий получился. Тонкий, легкий. Вот за счет тех же самых выборок, про которые я говорил. Выборки очень интересную архитектуру внутри имеют. Вот ножик очень интересно разглядывать. Заглядывать внутрь, смотреть какие там детали. Много разных элементов здесь попробовано. Например? Спейсер. Не самой простой формы. С выборкой под клинок. С клипсой тоже мы попробовали вот таким образом в нее отверстие вписать. Такой нож. И далее, я так понимаю, что вы продолжили эту же... Далее, глядя на то, как это все разошлось, мы решили, что нам не надо останавливаться. И сделали карбоновую версию. С ней тоже было интересно посмотреть. А по материалам клинка изменений? Есть. В первой версии это было с 90-й и сатин. Вторая версия был ванекс. На тот момент очень новая сталь. Она, по-моему, если память не изменяет, так тогда и появилась. Вот. И вполне логично было ее попробовать в каком-то ограниченном проекте. Это потом она уже пойдет и в серию, и в КД. Вернее, наоборот, сначала в КД, а потом в серию она уходила. И далее был уже... А далее снова стало интересно попробовать чуть-чуть перерисовать выборки у Тома Майо и сделать их одинаковыми. Вот. И под это дело, так сказать, тоже подобралось в сочетание Домастила с Элютексом. В общем, захотелось увидеть вот этот нож именно уже в таком исполнении. То есть, если раньше я их сделал выборки разными с двух сторон, тогда мне это казалось логичным и интересным каким-то изюмом, то впоследствии захотелось как раз выровнять все в одинаковый размер. По большому счету это мелочи, но с ними интереснее. И плюс, я смотрю, вы еще изменили нанесение логотипа. Тоже это первая проба на пластиковых, не пластиковых, правильнее сказать, на композитных рукоятках выносить место для лога на отдельную деталь. Ну и здесь еще появился ободок вокруг осевого. Ну это в тенденциях общих наших ножей. То есть это уже довольно свежий нож, он в 19-м году был исполнен. На этот момент мы все ножи примерно делаем в таком стилистическом исполнении с ободками. Планируется еще что-нибудь с Томом Майю? Ничего не могу сказать, но пока я думаю, что уже все. Я думаю, уже достаточно. То есть все те, кто собрал в коллекцию все три ножа, могут спать спокойно пока? Пока да, над чем черт не шутит. Как говорится, планов мы не раскрываем. Переходим к следующему ножу. Это... Брэд Саузард Флиппинг Танта. Рашин Флиппинг Танта. Рашин Флиппинг Танта. Ну я про оригинальный наш говорю изначально. Я, кстати говоря, никогда не держал в руках оригинальный Флиппинг Танта от Саузард. То есть я, честно говоря, даже не знаю, чем оригинал отличается от вашей совместной работы. Если можете подробно расскажите. Элементы... Мелкие элементы, геометрия клинка. Вот здесь заинтересовала именно Танта и заинтересовала именно то, как Брэд этот Танта делает на своих клинках. И мне стало интересно, а можем ли мы попробовать сделать то же самое, но абсолютно ровно, симметрично, как мы это делаем. И результатом стал именно вот такой Флиппинг Танта. А из ваших элементов что еще сюда добавилось? Как и с Томом Майо, взят за основу только контур. Все остальные элементы были придуманы и добавлены мной. Также сложная архитектура выборок внутри. Рельеф на занижениях. Форма клипсы. Спейсер. Темлячная перекладинка, назовем ее так. Ну вот эта темлячная бонка, перекладинка, как вы ее называли, действительно выглядит интересно. То есть такого я не видел. Такое решение на самом деле оно использовалось, но вот в таком виде, когда я его вписал и в спейсер, и в контур оригинального Флиппинг Танта. Меня здесь очень понравилось. И это тоже одна из причин, по которой ножик был выбран. То есть я в этом ноже увидел что-то, что я могу добавить интересного. И в каком количестве был выпущен данный? В 200 ножей. В 200 ножей. Так, ну в принципе с Саузардом все максимально понятно. Далее идет Джон Баркер. Джон Баркер. Вот с Баркером я, кстати говоря, знаком тоже достаточно слабо именно с его кастом. И в общем-то самый популярный нож это как раз у него хоккай. Хоккай, да. Хоккай, да. Он его делает в разных вариантах. Он есть тонкий, есть с толстыми клинками. И я же вот в нем увидел такого кабанчика, скажем так. Толстый клин, толстая рукоять мощная. Вот. Также оригинальная геометрия, которую сам Джон делает на своих клинках. На Танта. Вот. Ну надо видеть, наверное, оригинал, чтобы понять о чем речь. Тоже было интересно, как мы его можем сделать по-своему. Результатом стал вот этот коллаборейшн. То есть я смотрю, здесь идет у нас, как обычно, спродольный сатин на голоменях. Сферическое сведение на носике Танта. И плоские спуски на режущей поверхности основной. И основной спуск, он закатан, это битбласт или это стоунвош у вас? У нас, я даже не берусь назвать, что у нас. Мы все делаем вперемешку, чтобы получить свой такой фирменный финиш. Там не все так просто. Это не один цикл. И вокруг осевого, опять же, здесь ободок. Здесь надо отметить, что эта версия прототипная. Проектный нож выглядит чуть-чуть иначе. У него было бронзовое анодирование, у него чуть-чуть изменился рельеф на рукояти поверхности. У меня сейчас, к сожалению, его в музее не оказалось. Как говорится, слишком быстро разбирают. Их также 200 штук. 200 их делали, да. Ну, про дальнейшие работы с баркером я спрашивать даже не буду. Потому что, видимо, опять же, вы нам секретов фирмы не откроете. Но вопрос у меня тогда такой. Вот я смотрю, вы говорите, что здесь толстый клин. Сколько здесь толщина клинка? 4,5 мм. 4,5 мм. Это, наверное, один из самых толстых клинков на сегодняшний день, которые вы делали. Был нож-айсбрейкер. Там 5 мм. Так что это он пальму первенства держит. Ну, вот этот получается тогда второй, наверное, по толщине. Какие-нибудь возникали у вас проблемы с производством? Потому что у вас же в основном 4 мм толщина. Вот это значение слова не имеют. Покупается сталь, нужны толщины. В общем, 4,4 мм мы используем довольно часто. Но, боюсь, что в большинстве случаев на кастомах. F7 все толщины 4,4 мм у меня идут. Ну, и нужно еще, наверное, отметить то, что практически все ваши проекты совместные они выходят изначально еще в каком-нибудь супермаленьком количестве кастомов. Все проекты, да, сначала делаются кастомы, они же прототипы. То есть делается небольшая серия, отрабатываются какие-то элементы, внешний вид. И в этой же серии делаются кастомы уже на отработанном, так сказать, каком-то. Опять же, делаем выводы, какие-то изменения. И после этого уже запускаем именно проектную серию. Ну, я как понимаю, что прототип, он же кастом, первый отправляется человеку, с которым вы делаете коллаборацию. У них свои авторские экземпляры в обязательном порядке. Что они с ними делают, это я уже не знаю. Но как факт... Ну, да. Далее, это Ли Уильямс. Это, наверное, один из самых, ну, можно сказать, спорных, наверное, ножей вашей мастерской. Почему спорных? В интернете было очень много разных противоречивых отзывов. Кому-то понравилась система кикстоп, кому-то не понравилась, кому-то очень мало этого флиппера, кто-то не может флипануть, у кого-то, наоборот, абсолютный восторг. Ну, тут, да, в этом отношении может быть. Вот здесь же что отмечу. Почему Вильямс и почему кикстоп? То есть сама идея кикстопа мне очень нравится. Это идея именно Вильямса. Вот, если делать нож с кикстопом, а это было очень интересно, то логично было, что это будет коллаборейшн с Вильямсом. Вот, сам же нож за базу мы взяли. Наш старый нож модели 110. Его слегка изменили. Также добавлена одна из фич фирменных Вильямса. Это вот такое занижение на фрейме. Это его также идея. И тоже мы ее здесь же применили. Вот, дальше отмечу, что у самого Вильямса складной плавник, он прячется в рукоять при открытии, но в открытом виде это прям такая гигантская блямба, которая мне не скажу, что прям нравилась. Вот, поэтому здесь я и постарался вписать его максимально и в контур ножа, чтобы это все было в сложенном виде, компактно, красиво. Вот, и также постарался сделать, чтобы при этом открывание было достаточно комфортным. И, в принципе, мне все комфортно. Поэтому споры это дело привычки все же. Я думаю, что в большинстве случаев несколько, не знаю, там, может, 10 минут, проведенных с этим ножом, и пальцы привыкнуты, найдут способ, как это правильно делать. Ну, в общем, да. То есть, у меня, например, флип этим ножом особо какого-то проблемы не вызывает. Ну, и нужно отметить, что механика, конечно, здесь очень бодрая, очень... Ну, нож буквально вылетает, выстреливает из рукояти. И вот этих ножей, по-моему, они выпускались еще в разных цветовых решениях. Каждой версии по 100 моделей. Отличия только в спейсере и кольцах вокруг осевого с клипсой. Вот они синяя, серая и бронзовая. Ну, синяя такая получилась самая акцентированная, самая яркая. Мне все три на самом деле нравятся. Они все три интересные. Выделить какую-то из них отдельно я бы не рискнул. Ну, и в целом, если говорить про работу с Уильямсом, именно вот с каким-то техническим решением от него, я думаю, здесь, наверное, могли быть какие-то сложности именно с проработкой его кикстопа. Ну, тоже сказать, что сложности я не скажу, но так, да, кикстоп был слегка переработан. Добавлены некоторые элементы, которых сам Уильямс не делает. На мой взгляд, получилось очень интересно. Отмечу, что конструкция сама по себе очень лаконичная и простая. Какие-то другие версии кикстопа, они уже такие более сложные, нагружены деталями. Здесь же всего две детали. Идем далее. Russian Overkill. Russian Overkill. RJ Martin. Вот этот нож, наверное, один из самых вообще узнаваемых в живом мире, то есть работы Мартина, в принципе, спутать с кем-то очень тяжело. И у вас, опять же, получилось передать Мартиновский дух, но, опять же, внесли что-то свое. Да, мне также этот нож очень нравится. А свое мы внесли именно нашу фирменную геометрию и строгость прямых линий на клинке. Оригинальные ножи у RJ, они все-таки имеют рекурву, имеют округленные переходы, назовем так. Оно у него вписывается все в общий дизайн. Но мне было интересно, как бы это будет выглядеть, если все вот сделать ровно, четко и строго. На мой взгляд, тут все удалось. Может, такой интересный вышел. Ну, вот смотря на Overkill, в принципе, я зачастую, даже если следить за работами Мартина, зачастую возникает ощущение, что уже ничего нового, там даже с точки зрения дизайна придумать нельзя. Но Мартин сам умудряется. То есть он, на самом деле, доказывает то, что в кастомном мире можно делать практически все, что угодно. И, соответственно, не знаю, ответите вы или нет, ждать ли нам еще каких-нибудь работ с Мартином, потому что у него все-таки не один Overkill, у него еще есть ряд моделей. Ну, как я и говорил, каких-то планов мы не комментируем, поэтому no comments. Хорошо, тогда будем просто-напросто следить. И вот, кстати говоря, хочу сказать, друзья, если есть возможность, обязательно, когда вы приходите на выставку, зайдите, подержите, опять же, все ножи в руках. Как правило, ножи на стенде Мастерской Братьев Широгоровых представлены, даже как раз-таки вот такие проектные, как правило, представлена, по-моему, ваша коллекция, да, непосредственно? Ну, какие, скажем так, текущие ножи, которые на данный момент актуальны, либо предстоящие, либо свежезаконченные, мы на стенде стараемся держать именно образцы, которые даем в руки держать. Как раз музейные экспонаты и есть. Да, и поэтому, друзья, приходите, держите в руках, просто для того, чтобы приобщиться, посмотреть, понять, что это, как это сделано. Ну, и, конечно же, как я люблю говорить, составить свое мнение. Ну, и последний нож на сегодня, это вот ваша самая-самая-самая последняя совместная работа. Это Скотт Кук и его легендарная Лохса. И здесь все очень просто, на самом деле. Интеграл хочется, хотелось сделать давно, но автор интегральных ножей, как вы понимаете, именно Скотт Кук. Поэтому, если и делать какой-то первый интеграл, то тема коллаба напрашивается сама собой. Сама собой. Вот. Ну, и сам по себе ножик интересный. Добавить в него что-то свое, чуть-чуть перерисовать, что-то изменить. Самое главное, конечно, здесь, это добавить плавник. Вот. Я думаю, что у меня получилось. Ну, могу сказать, что выглядит, конечно, это очень необычно, потому что все-таки те, кто знакомы с работами Скотта Кука, привыкли, опять же, к шпенькам, вернее, к шпеньку. Я постарался сделать плавник так, чтобы он перекликался с тем шпеньком, к которому привыкли пользователи Кука. Какие-то отголоски его формы здесь можно увидеть. Ну, и что хочется сразу вас спросить, насколько сложен этот нож в производстве, потому что это интеграл. Нож весьма сложен для его использования. При его производстве мы используем четырехосевой станок. Этот станок загружается, так сказать, на очень долгий срок, поэтому нож действительно такой высокотехнологичный получился и непростой в производстве. Ну, и, в принципе, переработка Скотта Кука – это такое… Вот Скотт Кук – это, на мой взгляд, один из самых действительно интересных тоже в кастомном мире мастеров, потому что он делает мало, делает качественно, делает необычно, и при всем при этом нож выглядит абсолютно понятно. То есть, ну, это такой, ну, если сравнивать, наверное, по какой-то взаимосвязи именно в ножевом мире, ну, наверное, по простоте ножей, именно по простоте абресов и понимания ножа, это, наверное, сопоставимо с Крисом Ривом. То есть, плюс-минус – это абсолютно простой нож, но в то же время максимально технологичный, высокотехнологичный, если можно так сказать. Да, соглашусь. Так оно и есть. Да, Сергей Игнатьевич, вы как первая мастерская российская, освоившая интегральную рукоять, вот опять же меня тянет в планы, какие-то в будущее. F95 с интегральной рукоятью. Увидим? Да, может, и увидим. Как я и говорил, планы мы не раскрываем. Вот, может, это будет не F95. Но интеграл, я думаю, мы после того, как запустим проект с Куком, я думаю, после этого интеграл логично будет ожидать и в нашем каком-то модельном ряду тоже. Что ж, друзья, вот это я хотел услышать с момента анонса вот этого самого ножа, что следить, следить, еще раз следить за обновлениями работ мастерской и, собственно говоря, следить непосредственно за развитием, потому что развитие вот в этой самой нашей любимой с вами теме это один из самых интересных вообще, на мой взгляд, аспектов. Что ж, Сергей Геннадьевич, вот еще один вопрос по поводу логсы, это клипса. Здесь, насколько я помню, какое-то очень хитрое крепление, вернее, я-то знаю уже. Расскажите, расскажите, расскажите. Здесь я расскажу только то, что на интегральном ноже основная идея была это отсутствие каких-либо винтов. Единственный винт, который здесь мы видим, это осевой, а все остальные винты максимально спрятаны. Вот, здесь видно. Найти винт крепления клипса с первого раза-то не сразу и получается. Наверное, оставим это дело для пользователей, которые отойдут до проекта. Пусть они поищут, где, как, что крепится. Ну, да, так будет, наверное, интереснее. И, опять же, повторюсь, приходите на выставки, держите в руках, смотрите на те технические решения, которые находятся в процессе разработки ножа. И когда есть цель, как вы сказали, убрать винты, никаких преград к достижению этой цели настоящего художника быть не должно. Что ж, спасибо вам большое. Вам спасибо. Друзья, оставайтесь с нами. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, было интересно. Задавайте свои вопросы Сергею Геннадьевичу Широгорову. Пишите их нам под этим видео в комментарии. И, возможно, мы приедем еще раз. И, собственно говоря, зададим их. Я лично, потому что все-таки производство, это всегда интересно. Особенно, когда производство такое. Что ж, всем спасибо. На сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok